Здравствуйте, меня зовут Федоров Анатолий, и я представляю свою работу в соцбрезцы и ее дальнейшее использование. Актуальность нашей работы мы видим в том, что при изготовлении жевательных резинок используются разные пищевые добавки, которые могут вызвать заболевания печени и почек, а также образование раковых клеток. Наша вторая проблема – это отсутствие березтиных мочалок в производстве и продаже. Чтобы решить данные проблемы, мы поставили целеследование, как изучение полезных соцбрезцы и способы ее использования. Но чтобы достичь данной цели, мы поставили следующие задачи, с которыми вы могли ознакомиться на данном слайде. Ну а чтобы разобраться в моей дальнейшей работе, нужно ответить на два вопроса. Что такое бетулин и какие свойства имеет березта? Бетулин – это одно из веществ, которое содержится в березте и имеет антибактериальную свойство, которая понадобится в нашей жвачке. Ну а сама березта имеет свойство изолирования среды от воздействия тепла, что мы экспериментально проверили и доказали. Также мы проверили и доказали тот факт, что березта не теряют своих свойств даже через большое количество времени. Наш следующий этап заключался в том, чтобы изготовить жевательную резинку. И мы выбрали три способа. Первый способ нам предоставила Татьяна Макаровна, ну а остальные два способа мы взяли из интернета. Жевательная резинка у нас получилась только по первому способу, так как во втором и третьем способе температуры плавления не хватило. Далее мы решили проверить, сохраняясь ли бетулин при плавлении березты. При этих хроматикали серной кислоты водно-цветонной среде привод только к бетулонной кислоте. Мы это провели с бетулином, березтой и нашей жвачкой из березты. Ну и мы решили проверить, в действительности ли мы получили бетулонную кислоту, проделали реакцию нейтрализации при добавлении перманганата калия. Ну и на данный момент мы получили такой вывод, что наша жвачка будет иметь антибактериальную свойство, которое нам понадобится. Наш следующий этап заключался в том, чтобы изготовить березтяную мочалку. Ну, давайте вначале разберемся, в чем же ее уникальность и различие березтяной мочалки от искусственной. Ну и данные различия вы можете видеть на данном слайде. В следующем слайде вы можете рассматривать процесс ее изготовления. Ну и только недавно мы решили приступить к изучению других частей березы и начали мы с почек. Добавили туда спирт и получили носок, который имеет большое количество лечебных свойств, которым вы можете так сейчас вспомнить-то здесь. Ну и в заключение мы пришли к такому общему выводу, что береза и почки березы могут пригодиться в домашней медицине. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.